Витал Дазбучуна Итак, центральная тема форума – создавая будущее в изменчивом мире. Центральная тема нашей дискуссии – это лидеры времен трансформации. Я хочу коротко для контекста, для ведения, поговорить о том, что за изменчивый мир и какие лидеры могут в нем справляться. И, наверное, слышали такой термин, как «вука-мир». Этот термин придумали американские военные некоторое время назад, пытаясь объяснить, в каком мире мы живем. И ключевые слова – это изменчивый, непредсказуемый, сложный, неопределенный. Этот термин уже звучал на форуме. И ирония состоит в том, что мне кажется, что очень скоро даже этот термин морально устареет, и люди будут придумывать что-то еще сложнее, потому что все быстро меняется. В качестве иллюстрации скорости изменений я хочу привести глобальный обзор, который провела компания PricewaterhouseCoopers. Этот обзор вышел в этом году. И один из аспектов, который они измеряют, опрашивая CEO, и в этом обзоре участвовали почти 1400 CEO глобальных компаний из 90 территорий или еще больше, и это достаточно репрезентативная такая емкость. И один из аспектов – они спрашивали, какие угрозы эти CEO видят, которые могут негативно повлиять на развитие их организации. И что зацепило мой глаз, и чем я хочу поделиться сейчас, это именно, насколько за один год, всего лишь за один год, тут 2018 и сравнивая с 2019, может измениться это ощущение. И вот я покажу картинку и немножко прокомментирую ее. Слева столбик осознаваемой угрозы 2018, справа 2019. Я пробегусь по самым главным изменениям. Посмотрите, в списке появились две новые категории. Это политическая неопределенность и торговые конфликты. В этом форуме тоже много говорим про торговые конфликты. Почему эти категории появились? Потому что они стали достаточно актуальны, их просто ввели, раньше об этом не думали. И они сразу попали в первую пятерку. Дальше протекционизм как угроза бизнесу поднялась в первую десятку. Посмотрим изменения. Доступность, скорее недоступность ключевых навыков поднялась из пятого места на третье в угрозах. Интересно, терроризм как угроза в прошлом году была на втором месте, сейчас угадайте на 23-м. Не знаю, там вот в самом низу экрана, если не видно. То есть еще раз, это не какие-то объективные модели рисковые, это ощущение CEO. Геополитическая неопределенность немножко упала за счет того, что появилась политическая неопределенность уже внутри, и торговые конфликты, и скорость технологических изменений, как вы видите, упала из шестого в девятого место, несмотря на то, что об этом мы говорим каждый день, да, и в этом форуме в том числе. И изменение климата и ущерб в окружающей среде из девятого места упал на тринадцатое. Опять же, каждый день об этом весь мир говорит. Что нам это говорит? Я не хочу эти конкретные вещи обсуждать глубоко, это скорее иллюстрация скорости изменений, что появилось настолько много новых сложностей, таких как торговые войны, протекционизм, да, политическая неопределенность, что CEO глобальных компаний вынуждены очень сильно сфокусироваться внутрь, да, и фокусироваться на выживании внутри своих стран, вместо того, чтобы заботиться о каких-то глобальных экзистенциальных проблемах, таких как экология, скорость технологических изменений и так далее. Вот в этом таком драматическом контексте сегодняшние лидеры должны не только выживать, но и достигать успеха. Еще одна маленькая иллюстрация про то, в каком мире мы живем. Многие библиотеки во всем мире шутят, что Джорджа Орвелла перевели из отдела художественной литературы в отдел политических актуалей, да. И вот как раз сейчас поговорим с нашими лидерами, познакомимся в первую очередь о том, какие же лидеры, да, какое лидерство нужно, чтобы в этом изменчивом мире не только выживать, но и развиваться, быть устойчиво успешными. И с большим удовольствием представлю наших гостей. И первый Милан Лакхани, директор по развитию бизнеса и стратегии Европейского центра бизнес-инноваций компании Konica Minolta. Аудитории напомню, что Konica Minolta – это мультинациональная компания, которая работает в порядка 180 странах, это по-настоящему глобальная компания. В ней работает около 44 тысяч людей и возраст компании больше 150 лет. И Милан к нам прилетел из Лондона. И еще один маленький комментарий. Каждого спикера я, готовлясь к этой панели, спрашивал про их стиль лидерства. И что я услышал от Милана – три ключевых слова. «Hands-on» – это вовлеченный, да, «коучинг» – это развивающий или тренирующий и «listening», слушающий. Милан, very warm welcome. Пожалуйста, поприветствуем. Спасибо. Спасибо. Я с очень огромным удовольствием представляю Жанну Крючкову. Жанна Крючкова – основатель консалтинговой компании Yansing Capital Management, а также совладелец автомобильного холдинга «Алмаз Групп» и строительной компании «Стикон». Жанна дала очень красивый ответ на вопрос про стиль лидерства. И такая красивая метафора. Она говорит, я даю рубашки на вырост. Жанна будет очень интересно об этом услышать больше. Пожалуйста, поприветствуем Жанну. Дмитрий Бондаренко, генеральный директор группы компаний «Лига» и CEO «Лига медиа». И стиль лидерства Дмитрия – это мягкая сила. И будет то, что я услышал. Если будет желание, можно будет добавить. И это тоже очень емкое такое выражение. Будет очень интересно услышать, есть ли здесь ключевое слово среди этих двух, и как вы ищете баланс между мягкой силой. Дмитрий, добро пожаловать. Пожалуйста, приветствуем. И Дмитрий Шимкев, глава совета директоров фармацевтической компании «Дарница Групп». И Дмитрий отвечает за международные отношения, стратегическое планирование и новые технологии. И стиль лидерства Дмитрия держится на трех китах. Это результат, люди и процесс. И таким образом Дмитрий интегрирует американский, скандинавский и немецкий стиль лидерства. Добро пожаловать. И дискуссию хочу начать. Хочу всем вам задать один вопрос. Это такой, скорее, блиц. Желательно, отвечайте по одной минуте. Мне очень хочется услышать ваше определение лидерства. И в мире существует невероятное количество. Один профессор Инсиада говорил, что в мире существует там 35 тысяч или еще больше разных дефиниций лидерства. Мне удивительно, как он это сосчитал. Но давайте добавим еще четыре. Что такое лидерство для вас? Милан, если могу попросить ваше значение. Дякую. Дякую. Ну, по-перше, доброго дня всім. И, снова же таки, дякую за то, что запросили. Відвідати чудово місто Київ. Я уже другого разу відвідую Київ. Отже, чудово, что мав на году повернутися. Минулого року тоже вас відвідував. Ну, что до лидерства, если сказать коротко, это человек мотивована. И так, кто мотивирует. Это лидер, это тот, кто надихает. И тот, кто может делиться сообществом видениям. И визначать мету сообществом для команды, чтобы достигать результатов. Чтобы быть частью команды, не быть перед командой, а быть там, быть в середине процесса. Дякую. Жанна. Лидер – это человек, который видит возможности. И это тот человек, который способен создать среду, в которой другие люди, которые будут работать в этой среде, могут превзойти самого лидера. Прекрасно. Тоже мотив рубашки на вырост. Спасибо, Жанна. Дмитрий. Ну, я бы, наверное, сформулировал для себя. Это способность и навыки вовлечения людей в достижение целей и миссии видения компании. Которые принимают это как свои собственные. Вот этот навык делать, вот этот вуду или конфу, что угодно, вот это и есть, наверное, для меня лидерство. Спасибо. Дмитрий. Для меня лидерство, наверное, в трех словах. Цель, команда, результат. И результат важен. Очень конкретно. Я думаю, что мы сейчас будем расширять эти дефиниции. Я специально хотел начать с такого короткого вопроса. И сейчас уже хочу пойти чуть глубже. Каким образом времена изменений? Каким образом меняется парадигма лидерства? Каким образом меняется роль лидера? И хочу, чтобы вы в своих ответах как можно больше ссылались на свой собственный опыт. Опыт, лидерский опыт. Опыт работы с людьми. И, Жанна, позвольте начать с вас. Вы реализовали себя и продолжаете реализовать себя как лидер и предприниматель в разных индустриях. Это и консалтинг, и автомобильная индустрия, и строительная. И это такие традиционно, две из них традиционно достаточно мужские. Насколько, каким образом эта новая парадигма лидерства проявляется в вашем опыте? И насколько она может отличаться в разных индустриях? Вот Жанна Крючкова как лидер в консалтинге, в автомобильном и в строительном бизнесе. Хороший вопрос. Действительно, есть индустрии, в которых я работаю. И это классические brain-intensive industries. Это креативная индустрия. Сюда относятся консалтинговая индустрия. Новый проект Huxley, который, может быть, вы видели, мы запустили. И есть capital intensive. Автомобильные наши автосалоны. И плюс строительная компания. И точно так же отличаются подходы. Действительно, нужно обладать палитрой и уметь переключаться с одной индустрией. То, что работает в одной, пока не работает в другой. Это определяется рядом факторов. Если мы берем консервативную индустрию строительства, то в этой индустрии по-прежнему здесь не будет сопродюсерства. А сопродюсерство, например, это будет в индустрии креативной, это издательский дом и консалтинговый. В целом мы двигаемся в shared economy, в разделенные экономики. Если мы видим Uber, и то же самое идет в лидерстве. То есть разделенное лидерство или сопродюсерство, сотворчество – это тренд. Но в строительстве пока не работает. Почему? Это определяется ментальностью самой индустрии, ее консервативностью и зрелостью компании внутри этой индустрии. Спасибо. Это, наверное, и здесь есть смена, изменения идут. Но это скорее коснется, допустим, R&D департамента, нежели всей компании в целом. Изменения есть, но не такие быстрые. А вот для консалтинга или для издательского дома вот это сопродюсерство и акцент на фоллоуерах, нежели на самом лидере-одиночке – это норма для индустрии. И здесь варианта другого не будет для того, чтобы быть результативным в этих индустриях. Спасибо. Да, и Жанна еще, кроме остальных ролей, еще и соорганизатор этого прекрасного форума. И, скорее всего, здесь тоже нужно проявление этого лидерства. Уточню, чтобы не забирать регалии себе, чужие. Программный комитет, наверное, с самого первого форума. Да, спасибо. Спасибо. Жанна, еще хочу чуть-чуть расширить вопрос вам. Вы в том числе работаете в семейном бизнесе. Какую специфику это приносит? Ну, так получилось, что я предприниматель, и вокруг нас в семье все предприниматели. У нас нет ни одного человека, ни предпринимателя. Начиная от моего брата, моего отца, моей матери, моего мужа, который я потом встретила. И, то есть, я в разных компаниях нахожусь… То есть, у меня есть компания, где мы вместе с братом, где есть с отцом, где есть с мужем. У нас это позитивные случаи. Мы имеем стратегию наследования. Где-то мы реализовали, где-то я первое поколение фаундер компании, где-то мне уже передал мой отец акции в компаниях. И это планомерное движение. Благодаря… Я вхожу в FBN, это Family Business Network. Благодаря этой организации лет 10 назад, наверное, или где-то я туда вступила, у меня четкий был план, и мы его реализовали. Так что знания нужны для этого. Спасибо. И сейчас хочу передать эстафету Дмитрию Бондаренко, потому что вы тоже состоите в том же Family Business Network, и вы представитель уже третьего поколения семьи, которая управляет бизнесом, группой лигой. И ваши родители здесь где-то тоже есть. Очень интересный ваш опыт. Вот новая парадигма лидерства. И, пожалуйста, добавьте аспекты, специфику, которые приносит именно семейный бизнес. Каким образом удается разграничивать свое предпринимательство, лидерство между рабочим контекстом и домом? Знаете, как анекдот есть такой. Как вы все успеваете? Столько всего делаете? Никак. Спасибо, как хорошие ответы. Нет, ну, то есть как получается разграничить? Ну, невозможно разграничить личностные, семейные взаимоотношения полностью. Это вызов определенный, который мы очень много работаем все вместе над культурой управления, культурой рабочих коммуникаций. Мы пытаемся простраивать и внедрять поэтажно принципы корпоративного управления, разделять владение операционным менеджментом, разделять контрольные функции и следить, чтобы мы не находились в одних и тех же ипостасях. То есть мы такую гигиену, мы сумели привести уже такую в порядок, которая достаточно позволяет компетентно, квалифицированно управлять портфелем на сегодняшний момент из 14 компаний, в которых совокупно работает около 3,5 тысяч человек. То есть это достаточно реальная история. Если вернуться к основному вопросу о том, что сегодня лидерство, каким оно должно быть, я вижу, что все модели управленческие сокращаются. Если раньше компании там очень вертикально интегрированы, было много этажей менеджмента, сейчас все становится площе. И мы строим свою модель управления на более плоских структурах. Чем меньше… Это и вызов необходимо. То есть для людей, которые принимают ключевые решения, им нужно быть ближе к рынку, им нужно быть ближе к клиентам, им нужно быстрее слышать связь, быстрее на нее реагировать. Скорость возрастает во всем. Скорость реакции требует перестройки бизнес-процессов, они требуют перестройки культуры корпоративной. И вот здесь роль лидерства проявляется ярче. То есть это все катализатор, который в моем понимании выдвигает тебя вперед. То есть если раньше можно было стоять достаточно где-то высоко и далеко, то сейчас ты должен быть ближе. Если ты ближе, ты заметней. Ты вынужден проявлять и вынужден соответствовать той роли, которую ты занимаешь. То есть это все становится честнее, прозрачнее, понятнее, со всеми производными. То есть ты должен этому всему соответствовать и компетентностно, и профессионально, и ментально, и в принципе должен быть в своем месте. Вот это вот те вызовы, которые, мне кажется, на сегодняшний момент все индустрии с этим столкнутся. Какие-то, наверное, немного раньше, до каких-то это докатится, но это неизбежность, потому что это та реальность, в которой мы сейчас живем. Правильно ли я вас слышу, что роль лидеров в этом смысле вырастает? Если раньше лидер мог быть кто-то, там, как, не знаю, образ рыцаря на белом коне в блестящих доспехах, то сейчас это уже очень вовлеченный человек рядом со своей командой. Мне кажется, что мы сейчас все видим о том, что личность, персоналия в бизнесе играет все большее значение. Если раньше можно было быть вот таким каким-то там великим божеством, которое все любят и восхищаются им, уважают и хотят погреться в лучах этого света, но никогда в жизни они не могли к нему притронуться и где-то вообще вживую увидеть, это было что-то невероятное. Сейчас это практически нереально. А вот когда божество спускается на землю, ну оно должно быть хоть какие-то чудеса, там нужно продемонстрировать людям, чтобы они продолжали верить в эти образы. Особенно, когда мы говорим про трансформационные процессы, а не становление чего-то с нуля. Строить всегда проще, чем перестраивать, всегда проще, чем изменять. А вот когда ты уже там находишься в образах определенных, тебе нужно подтвердить это, и желательно усилив в этот момент, а не наоборот удерживать что-то. Это большой челлендж и очень круто видеть, как у людей это получается. Спасибо, Дмитрий. Думаю, что к вопросу божества мы как-то еще будем прикасаться. Дмитрий, хочу вам продолжить тоже эту эстафету про новую парадигму лидерства. Если можете, пожалуйста, добавьте аспект технологического контекста широкого. У вас большой бэкграунд в техиндустрии, в IT. Вы работали в Майкрософте, сейчас Дарница тоже становится очень высокотехнологической компанией. И даже между этим, когда вы работали в администрации президента Украины, вы тоже отвечали и курировали цифровые проекты. Каким образом это добавляет и влияет на повестку дня лидера? Спасибо. Я хотел вернуться вот к той презентации. В самом начале презентации у вас было сравнение среды современного обитания бизнеса с определениями, которые присущи военным. И, в общем-то, один из современных трендов в лидершипе есть один термин, который для Дарницы является ценностью. Это extreme ownership. Extreme ownership, его безумно сложно переводить на украинский и русский языки, потому что это усиленное чувство собственника. То есть этот термин предложили морские котики. И основной смысл его заключается в том, что каждый человек, который работает в команде, чувствует свою ответственность за конечный результат. И это очень интересно, потому что в бизнесе сегодня, в современном бизнесе, каждый игрок, каждый человек несет ответственность за конечный результат. И не существует вариантов, что это не сделал отдел такой-то, департамент такой-то, компания такая-то, партнер. Каждый несет ответственность. И вот этот подход, он очень сильно помогает компаниям трансформироваться в момент изменений. Потому что изменения – это перманентное состояние. Если кто-то ожидает, что в современном, глядя на показатели, в общем-то изменение страхов бизнесменам связано с тем, на что они не могут влиять. Ну, как правило, полиси, географические войны – это то, на что бизнес не может влиять. То, на что бизнес может влиять, как правило, сдвигается вниз или занимает ту же позицию. Соответственно, если change является перманент new norm, то есть изменения являются современным состоянием, нам всем необходимо и всей команде, и каждому игроку в отдельности понимать, как происходят изменения. Почему оно происходит и как каждый из нас может benefit from it. Какую пользу каждый из нас в команде и как компания может получить результат. Примерами, если говорить о Дарнице, мы понимаем, что… Примерами – ребрендинг. Вот у нас есть новый наш логотип. И когда мы говорим о ребрендинге, изменении стиля, мы не только говорим о изменении просто логотипа. Это изменение философии, изменение ценностей, изменение подхода к работе с клиентом, поиск новых моделей, которые не сегодня не существуют в Украине. Иногда они возникают в ряде стран или как пилотные вещи. Это поиск нового, нестандартного. И здесь возникает тема цифровизации технологий. Про диджитализацию говорят все, но очень часто, говоря про диджитализацию, большинство не понимает, о чем речь. То есть что конкретно? Потому что это мы переходим все на слайды и пользуемся телефонами. Нет, это оцифровка процессов и понимание, зачем это вам надо. Это данные, которые вы накапливаете внутри. Потому что если на предыдущей панели был вопрос, используете ли вы искусственный интеллект, для того, чтобы использовать искусственный интеллект или машинный лейтинг, вам нужны данные, желательно много данных. Если мы говорим о скорости процессов, вам необходимы технологии, которые позволяют стримлайн. Например, в Дарнице мы перешли полностью на цифровые процессы вокруг жизненного цикла продуктов, то есть разработки лекарственных средств. И это дает вам enormous competitive advantage. Мы используем робототехнику. Почему? И когда сегодня видят наш склад, где в пятиэтажном доме носятся четыре робота, все вау, решение собственников, тоже семейный бизнес, кстати, было 10 лет назад. То есть это не вау-вау, это уже 10 лет назад. Сегодня мы используем технологии, те технологии, которые будут востребованы в будущем, и мы смотрим в будущее то, что мы можем сегодня делать с лекарственными средствами, что мы можем делать по превенции, превентивной медицине, по персональной медицине, по печатанию 3D-органов и так далее. Потому что бизнес, новые возможности там, в будущем. А сегодня вся команда должна получать вдохновение от тех постоянных изменений, которые происходят. Спасибо. Дмитрий, вы затронули очень важный момент. Хочу вас спросить, цифровая или технологическая грамотность для лидера? Этот вопрос тоже звучал в прошлом году на этом же форуме. Насколько это конкурентное преимущество или уже гигиеническое требование? Я думаю, что это гигиеническое требование. И расскажу историю, которая произошла больше 10 лет назад в Майкрософте. Собрав команду, нашу leadership team, мы обсуждали, где мы должны присутствовать, где находится сегодня наш потребитель, с кем мы работаем. Я хочу сказать, в тот момент Facebook только начинался. И так получилось, что пока не было больших бюджетов и инвестиций в развитие социальных сетей, мы видели, что самая короткая дорога к просюмеру находится в социальных сетях. И во время разговора я задал вопрос следующим темам, кто есть в социальных сетях? Сейчас это бесполезный вопрос, да? Но если такая простая, кто сегодня в аудитории в Snapchat? А вот в молодом поколении, в Generation Z, был бы лес рук. А именно там находятся ваши потребители сегодня. Точно так же, как мы привыкли говорить про Facebook, малое поколение, наши будущие и текущие потребители предпочитают Instagram. Соответственно, когда один из моих сотрудников, директоров, сказал, Да это waste of time. Then you need to find a new job. Потому что для того, чтобы общаться с вашими клиентами, с вашими сотрудниками, понимать то, о чем они думают, нужно быть ближе к ним и использовать все технологические средства, которые вам доступны. А если вы не готовы, найдите себе другую индустрию, в которой это не надо. Хотя я не представляю себе индустрию, в которой не нужны цифровые технологии. Да, спасибо. Спасибо, Дмитрий. Мила, не хочу задать запитание. Зараз вам поставить, чтобы просто продолжить. Так, нова парадигма лидерства. Какой же есть новая качество лидерства? Как изменится роль лидера взагалі? И как в вашем средовище мультикультурном это проявляется, если можно дотронуться до этого аспекта. Конечно. Ну что ж, если бы не говорится о измене, и згадать то, что сказали наши спикеры, измене единство, что постоянно у нас происходит в жизни, постоянно речь. То есть нужно адаптироваться, нужно адаптироваться до нового средовища. И что это означает для коники Минольти, например, нам 150 роков, мы не молодые, 44 тысячи людей в нас есть. И мова идет о том, чтобы шукать новые способи, чтобы изменять ментальность, чтобы изменять эту парадигму, то, как мы думаем. Но не забывайте, звони мы пришли. Это тоже очень важно. Мы должны быть гордыми за тем, кто мы есть. И когда мы думаем про культуру, нужно понимать, что есть культура. Очень часто тут, вчера и сегодня, меня зовут Милан, а люди говорят, первое вопрос, звони вы? Потому что ваш акцент такой третий-то британский. Я британец, за национальностью, но родился в Схудной Африце. Они говорят, ага, добре. Я уже третье поколение, я индус в третьем поколении. У меня, скажем так, из Ирана, из Близкого Схода моего, власне, попереднее поколение, так? Тобто, если мы говорим про японские, например, что в них працюет? Иерархия. Так, это мое працювать. Когда я учился, мы говорили про водопад, принцип водопаду-каскаду. 0, 1, 2. Лише, если ты закрываешь певный этап нульовый, то ты приходишь на перший. Отже, в Европе мы таки все адаптуемося, что мы таки все гнучки, но если говорить про культурные изменения, культурные суви, то мы должны поважать один одного шляха, который выбираем мы для себя. Мова идет и про ці поколения Х, У, З, Альфа, какие поколения не пришли нам на зміну, мы должны перегонаться, что культура, она не идет сгори вниз, так, культурная часть. Мы, как лидеры, должны переконаться, что мы научимся чему-то молодых, потому что можно научиться. Я это не говорю, что если мы лидеры, то мы визначаем вектор. Культурный компонент, он должен быть двосторонним. Останнее, что я хотел сказать, мы говорим про трансформацию, или цифровую трансформацию. И я хочу диджитал трошечки прибрати сейчас с контекстом, потому что мова идет про трансформацию. И, звичайно, диджитал – это один из компонентов, это один из стоппев. Далее, готовность бизнеса, потом культура, талант, как привабить таланти, людей, потому что Украина мает великую культуру, и минулоречный форум, в основном, больше таки, был теоретичный. Отже, что Украине требует делать для того, чтобы достигнуть первого, второго, третьего? Мне даже еще больше это подобается, эта дискуссия. Как сберегти, как, в целом, эту трансформацию так утримать? Звичайно, это влияет на нас не очень позитивно, как на компании, как на бизнес. Мы говорим про то, что бизнес должен быть сориентированный всередину, чтобы посмотреть на свою структуру всередину, как вы организовываете ваши команды. Стартапы. Все шукают не только инноваций, но и инноваций. Залучайте людей в свои команды, створите механизмы, чтобы люди в цьем креативном среде, понимаете, они расцвитали. Специалисты, если я правильно вас почу, что элемент предприятия, что этот компонент предприятия очень влияет на бизнес, на его развитие. Я вам могу дать даже пример. Отже, сегодня у нас инновационная программа в Коника Минулта, и ведет ее команда кадровая европейская, даже не наша инновационная команда. Тобто, мы трансформуемся, трансформуемся в провайдера послуг от властного производителя продукции. Тобто, мы стаем более такими клиентоцентричными. Мы говорим, что саме кадры изменяют все, что перехрестная колаборация должна быть співпрация. так? Отже, 55 людей по Европе из 18 страны они представляют, и мы там 40% жителей маем, и там есть объекты. Такая команда людей, талантей, которые работают над прототипом, над послугами, над продуктами, которые враховывают реальные для бизнеса. Тобто, для нас важливо, чтобы мы зберегали этот компонент. Дякую, Милана. Новое время становится предпринимательством. Сейчас хочу пригласить нашу аудиторию чуть-чуть поработать. Прошу асистента вывести вопрос на экран. Мы хотим задать вам один вопрос, который упрощенная версия той иллюстрации, которую я показывал. И вот с какими ключевыми угрозами вы как лидер сталкиваетесь сегодня и предвидите в будущем. С точки зрения какие из них могут наиболее негативно повлиять на перспективы роста ваших организаций. И способ голосовать, наверное, уже пробовали в других дискуссиях. Это slide.com и код видите внизу 5679. Делается очень просто. Пожалуйста, выберите один самый актуальный. Мы для людей, которые чувствительны к статистическим методам, это может быть тяжело. И понятно, что эти категории достаточно грубо объединены. Все-таки, что больше всего резонирует, пожалуйста, проголосуйте. Мы со спикерами вернемся и, может быть, прокомментируем этот результат чуть позже. и сейчас я хочу перейти к следующему блоку вопросов. Мы определили лидерство, чуть-чуть поговорили про новую парадигму лидерства и каким образом лидер проявляется. И сейчас более конкретно хочу спросить вас про качество лидера сегодняшнего времени в этой новой парадигме и каким образом этому лидеру развиваться. И поговорить про развитие. Развитие это одна из тоже центральных тем этого форума. И не только абстрактно, но и конкретно как вы развиваете себя как лидеров и каким образом вы помогаете развиваться людям в своих командах. И также как вы развиваете других лидеров. Поэтому ключевые качества компетенции лидера формы развития и как вы это делаете. И Жанна хочу с вас начать. Первая современная лидер не может и не должен зазнаваться. Помним 2007 год выступление тогда CEO Nokia который сказал о том что кто может сравниться с гигантом. И в этот же год вышел Apple. историю чем это закончилось мы знаем. То есть те кто и то о чем опять таки говорил вчера Джек Ма будьте маленькими в своем мышлении оставайтесь маленькими. Наверное вот это сейчас одно из ключевых. Если качество которое нужно и развивать и которое должен иметь сегодня лидер это креативность надо быть немножко фантастом. Если нам в детстве говорили о том что хватит мечтать займись делом то сейчас мечтать это полезно и это надо развивать. И вот те кто видели наш журнал Хаксли могут посмотреть у нас есть публикация Ветер Вейдера на тему утопии антиутопии и рекомендации по художественной литературе. Второе качество это критическое мышление. Я бы сказала что это не взаимоисключающее критическое мышление и креативность а взаимодополняющие вещи. Потому что что такое критическое мышление? Когда мы действуем мы ленимся и хотим действовать по установленным шаблонам привычки. И помните книги которые до недавнего времени были бестселлерами это привычки высокоэффективных людей что есть хорошо но в какой-то момент любая привычка становится шаблоном и это препятствие критическому мышлению. Поэтому мой совет для собственного развития лидера и для тех с кем вы работаете это менять привычки периодически делать в них ревизию. Ну вот сказала бы да скромность не зазнаваться критическое мышление креативность и еще бы отметила один аспект это этика и мораль потому что с ростом технологий и это тоже вчерашнее было выступление последнее Ахменицкого где робот нам посоветовал какой я буду и какие я буду принимать решения зависит от того какие вы алгоритмы встроите в меня поэтому сегодня наверное этика этические вопросы это не менее важно чем другие качества это что должно быть у лидера Жанна не хочу вас так легко отпустить каким образом вы развиваетесь как лидер и именно вот каким образом и по отношению к себе по отношению к людям ваших команд вы помогаете развивать эти качества которые вы назвали как вы как вы сочетаете разные формы развития что нового в этом появилось если смотреть с точки зрения даже креативности то для меня само пребывание постоянное в четырех разных столь индустриях это уже некоторая креативность для меня и это постоянная смена парадигмы и переключений второй момент это раз в год я выезжаю куда-то обучаться это бывают длинные программы это бывают короткие программы как правило это за рубежом это Сингапур Швеция Швейцария Америка это мой стандарт то есть если я через какое-то время куда-то не выезжаю на какую-то программу то я чувствую что я не развиваюсь когда приезжаю эти знания передаю тем кто находится рядом участие в экономическом форуме здесь мой программ программный комитет экономического форума это тоже часть моего развития с одной стороны таким образом я могу сделать некоторую пробонобэк то есть имея широкий нетверк за рубежом привозить сюда спикеров которые могут поделиться своими знаниями с украинской аудиторией но я на это смотрю и как на миссию собственную то есть если у меня есть ресурс это уже предпринимательская жилка я должна и обязана им поделиться и этот же момент уже развития по креативности точно так же люди которые работают у нас в какой-то компании в какой-то момент им обязательно поступит предложение взять проект в другой индустрии в нашей компании и это будет я рассматриваю как зону их развития и если на прошлом экономическом форуме куда я всем всегда рекомендую приходить потому что уникальные люди попадаются у меня был прекрасный диалог это с лидером по инновациям банка Сингапура это самый инновационный банк в мире он сказал что я всем своим менеджерам рекомендую пребывать и даже это их KPI в совете директоров разных компаний в разных индустриях то есть это переключение с фарма индустрии на строительство со строительства на автомобиле это является безусловной ценностью я бы рекомендовала вам думать о вашем персонале тоже в таком включе давать нестандартные задачи спасибо Жанна то есть транс дисциплинарное знание объединение интеграция разных способов действия знания бизнеса и так далее можно проговорить и как развиваются другие черты боюсь чтобы мы сейчас не забрали время спасибо я думаю что мы это еще будем затрагивать и сейчас Дмитрий Шимков поскольку два рядом Дмитрия сидят я буду уточнять с вашей точки зрения ключевые качества и формы развития первое я бы наверное выделил open-mindness открытость к новому к нестандартным вещам быть постоянно в поиске нового интересного второе это emotional intelligence IQ становится более важным чем IQ один из моих любимых вопросов на собеседовании особенно менеджеров меня всегда интересует кого вы возьмете на работу профессионала или хорошего человека который умеет учиться очень интересно наблюдать как разный человек прошел через разные свою историю менеджмента и какие культурные особенности заложены в нем IQ становится очень важным эмпатия работа в команде понимание команды работа с людьми становится более важным чем professional skills потому что professional skills можно нарастить технологий хватает достаточно а вот IQ потому что если вы помните я вначале говорил про extreme ownership потому что каждый человек в команде понимает свою роль и готов вступиться и сыграть за партнера и наверное последнее ну третье это result oriented то есть ориентировка на результат помнить что в общем-то ultimate сравнение всех является результат и умение достигать результата потому что знаете когда мы часто любим говорить про бизнес вот мы бизнес мы там социально ответственный бизнес да мы бизнес социально ответственный но если оба bottom line is not reached your bad business если вы не достигаете результатов если вы неприбыльная как компания то я чарит это было организейшн и надо остановить помнить что бизнес это все-таки про бизнес потому что очень часто но про социально ответственный бизнес но с результатами поэтому open mind is eq и результат а формы развития я буду говорить о себе потому что что я верю я верю я полностью согласен с Жанной вопросу переключения но я люблю переключаться в что-то другое нестандартное я люблю спорт и в частности я люблю парусный спорт для меня великолепным переключением в этом году была экспедиция в Антарктиду потому что на парусном судне потому что вот там вас точно нету digital technology у вас связи нет у вас вокруг природа которая которой миллионы лет вы получаете заряд энергии и ценностей и учит много времени подумать о себе и то чем вы занимаете в своем бизнесе это великолепная возможность парусный спорт он еще позволяет очень интересно наблюдать те кто занимается парусным спортом понимают что во время гонок вы не можете быть как капитан на всех точках которые связаны с управлением яхтой соответственно у вас есть команда и я никогда не забуду тот коучинг много лет назад который мне дал олимпийский чемпион мой друг Родион Лука когда он критиковал меня когда я пытался помочь всем сотрудникам всем напарникам которые были в лодке чтобы мы достигли результата он мне в конце дал очень-очень дельный совет если у тебя команда failed из failing то есть проигрывает не дотягивает не доделывает то когда ты начинаешь им помогать ты свою работу тоже не доделываешь и в результате вы дружно не доделываете работу а это значит что вам надо больше тренироваться и каждый человек должен достигать своего результата и именно вместе как команда работать поэтому спорт для меня это один из источников наблюдений фокуса на результат достигжения наблюдения с взаимодействием людьми а еще одна вещь то есть для развития я очень рекомендую читать смотреть и подписываться на те новости которые происходят в мире так случилось что мое наблюдение за многими украинскими предпринимателями или бизнесменами или стартаперами почему-то очень много людей фокусируется на источниках информации в Украине или переведенную информацию ребят очень много всего пишут в мире очень много всего интересного от от влогов блогов подкастов которые вы можете слушать и я очень рекомендую в мире столько всего интересного поэтому однозначно вот эти источники позволяют видеть мир шире чем маленький стовочок там океан там много всего интересного поэтому учимся и находим то что можно развивать здесь спасибо дмитрий да я слышу очень важное качество любознательность натуральную любознательность скорее всего что без нее лидерство сложно себе представить и так же спасибо за метафору про парусный спорт мы разделяем с вами этот хобби поэтому мне тоже очень это нравится милан милан давайте с вами продовжим ну что ж какие ключевые якости и компетенции пожалуйста расскажите нам и про те и про инше как вы их развиваете и как вы помогаете вашим людям взагалі рости в команде и как сбалансировать ци ризни джерела так натхнение я згоден з усіма спикерами особливо когда мы вайдем про EQ мы как лидеры и все мы в команде в команде должны развивать навыки развивать никто не знает что такое эмпатия как эмпатовать так то мы протягом всего життя будь ласка трошечки пояснить вашу что вы маете на вазе под эмпатии очень часто когда я пытаюсь поставить на место ищущей люди скажут поставь меня на свое место вы не можете понимать как люди думают что они чувствуют физично вы не можете потому что вы не знаете их историю но эмпатия в том чтобы найти какой-то эмоциональный связок спильную мову мы говорили про интеллект эмоциональный одна из моих любимых цитат если вы наиболее разумная людина в кимнате на разумную кимнату то вы не в тей кимнаті находите эмоциональный 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 интеллект эмоциональный всех идей, всех инновационных идей, которые в инкубаторах вырощаются, они не будут успешными. Лише нужно, чтобы одна была идея. Но, понимаете, нужно изучить уроки, которыми мы получили из тех 90%, которые провалились. То есть, если люди не дают какие-то результаты, ну, надо понимать, что есть поддержка. Конечно, надо ориентаться на то, чтобы результат в том числе. Я сгоден с панелистами и иншими. Я щоранку прокитаюсь и читаю дейсно великую кількість журналов, різных онлайн, электронных, просто чтобы всотать в себе то, что происходит в Британии. Потом смотрю на международный уровень и пытаюсь также следовать за тем, что в Украине происходит. Что тут происходит? Как мне понимать, как интерпретировать эту информацию? Что важно? Надо хорошо понимать, где информация, за кого джерела. Потому что мы, например, знаем, что много фейк-ньюз сейчас, и такие фейки, они постоянно заявляют, поэтому треба доверять джерелу информации, которую вы читаете, обговорювати. И в нашей команде мы постоянно обговорюем. Ну, не обовязково, даже про работу говорим. Так, это одна часть. И переконаться треба в том, что и ты учишься, не только твоя команда. Так, я надсилаю своих співробітников на навчання, сам вчуся щороку. Мне так же интересно, вы изгадали, в принципе, критичное мыслення, так? И вы это... Вы обговорюете разные ці моменты с вашей командой. Так. Например, отже, каждого ранку команда 20 людей, 30 минут працюют. Каждой человеке есть одна хвилина, чтобы поделиться, дать презентацию, что они будут делать, что они сделали вчера, что они будут делать сегодня, и какие-то проблемы, которые будут завтра потенциально. И потом мы это обговорюем. То есть, все очень так, прагматичный подход такой. Дякую. Дуже практичные, на самом деле, практичные поради от всех наших панелистов, которые можно было бы использовать. Еще одно запитание от вас, пан Милан, эмпатия. Та эмоциональная, ось эта сведомость, так? Яким чином развивать это? Дуже таки, да, складное питание. Ну, рефлексия, я думаю, так. Якщо ми говоримо про промисловость 4.0 чи промисловую революцию, все настільки швидко йде, що ми не робимо паузи. Треба зробити паузу і подумати, прорефлексувати. Треба подумати, зупинитись подумати, що пішло так, що пішло не так, і взагалі усвідомити, що для себе, що якщо так, якщо є позитивний результат, добре, чому так сталося, якщо є негативний результат, чому так сталося. І, власне, потім ми на эмпатії будемо дивитися по-іншому. Як ви робите паузу? Ви медитуєте, якесь усвідомлюєте взагалі. Як ви вчитесь це усвідомлювати? Я слухаю подкасти, такі в мене паузи. І, чесно кажучи, про мистецтво, про якісь абсолютно... Про ті теми, слухаю, в яких я абсолютно не розбираюся. Тобто переключаю себе трошечки на інші. А, ви теж перемикаєтесь, перемикаєтесь на інші теми. Чудово. Дякую. Все, Дмитрий. Я хочу сейчас передати естафету вам с тем же вопросом. Ключеве качества і формы развития. Сложно говорити і чим-то смыслом. Содержащим напомнююся, що вже було сказано, достаточне. Але для себе я выделил б доверие як навык, який ти применяєш в роботі і вираживаєш в команде і в коллективі. Тому що право допускати ошибки – це определенна культура, яку потрібно виробляти і в себе, і в коллективі. Мені кажеться, це дуже важливо, без цього не буде развития. Я дуже соглашуюся і соглашаюся со всем, що сказано вокруг емоціонального інтеллекта і емпатії. Я б дополнил це смыслове облако ще коммунікативними навыками. Це дуже важливо. Уметь донести, уметь услышати – не мене важливо, чим уметь донести. І стимулировати людей делитися інформацією, впитати інформацію, цінити інформацію, уметь з неї работать. В нашими нинішніх реалиях, коли інформаціонний шум колосальний і дуже складно добратися до правильной інформації, її воврема знайти і применити – це важливий навык, як мені кажуть. Також, безусловно, критическое мышление, але я його теже чуть-чуть допомню. Я для себя це формулирую ще такий проактивний выход із зони комфорта. коли ти не просто можеш разносторонне мислить, а ти ще й стимулируєш в себе і в коллективі, а в коллективі готовність ще й действувати іначе. Тому що знати що-то і понимати, і вмість це применять – це трохи різні різні. А дуже важливо, щоб ти міг быстро реагувати на те, що ти зараз увидел, услышав іначе. Ти должен дуже быстро уметь принять рішення. Команда должна бути готова підхватувати такі ініціативи, генерити їх, зрозумість, що вони можуть бути ошибочними, вони можуть бути неошибочними, але не дати того должного эффекта. І доверію, на якому встроються ці взаємоотношення, це, мені кажеться, дуже важливо на сьогодні. Наверно, я би даже сказав, да, ну, вже як навыкам, коли ти вмієш це применять. Спасибо. Дмитрий, хочу чуть-чуть розширити вопрос. Ми все, кажется, понимаємо, що изменения неизбежні, да, і що изменения стали вже единственою новою стабільністю. Ми без цього ніхак. С другой сторони, природа человека така, що ми все ровно склонні спротивляться зміням. І це, у многих людей це генерирує, це неопределінність, не понятно, що буде завтра, це генерирує тревогу, і з тревоги приходить какое-то осознанне чи неосознанне сопротивлення. І я помню, ще в начале своєї карьери в банковській індустриї, там хороших 20 років навіть самі прогресивні лідери говорили про змінення, але тоді змінення розпринимались як щось епизодичне, що потрібно витерпіти, а не спротивляться. Зараз все ровно ще це спротивлення достаточно багато. Я думаю, ви ставитесь це в своїх організаціях. І яким образом все-таки лідер може допомогати людям преодолувати це зовсім природне, спротивлення к змінням. Яким образом ви самі це робите? Яку роль в цьому виграє емпатія, емоціональний інтелект? Ми почнемо по порядку. Безусловно, ми всі спротивляємося змінням впервіч. Але якщо глянути чуть-чуть глибше, а почему це відбувається? Почему ми спротивляємося? Ми боїмося, що те модели, які ми зробили на своїх сильних сторонах, не будуть настільки ж успішни в нових обстоятельствах. Якщо ми будемо роботати над собою і понимати хорошо, якщо наше нове пістоянство – це змінення, в цьому процесі є сильні сторони, які можуть дозволять адаптируватися. І коли я вважаю, наприклад, зараз я не про аудиторі, яка сидит перед нами, я уверен, тут все драйвери змінення, але коли я вважаю дуже багато людей, я вижу конкурентне преимущество. мене це, наприклад, мотивує і вдохновляє. тому, що я розумію, зовсім по-другому взглянути на проблему. є проблеми або наоборот, є можливості. Це якщо по першому вопросу. Як, що я сам делаю? Такі-такі мазохистські які-то там мелочі, які там вводять зону комфорта. Я недавно, у мене тренер приїжджає по утрам, я там занимаюсь, на 7 утра занимаюсь, я сказав, давай теперь в пол седьмого будеш приїжджати. Зачем я це делаю, понятия не имею. Точно це мене не помогає, але я понимаю, що це зона дискомфорта, я к ней привыкну. Я стараюсь искати які-то віщі, які мені дискомфортні. Що-то мені не дуже добре виходить, я стараюсь знаходити для себе такі міста, де мене заставить обстоятельства це попрактиковать. Безусловно, дуже сильно челленджат люди, які окружають вокруг, якщо ми стараємся в качественному кругу общаться, то це дуже здорово заставляє і мотивує теж що-то підприємати. І безусловно, інформація, качественна інформація, потребление качества інформація. це будь-якій 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 підкасті, мероприятия, книги. Ви че обсуждають плохо, хороше читати книги, але мені нравиться читати книжки. Але я вирішені не так багато, тому я дуже серйозні подхожу к выбору. Ви работаєте в бізнесі інформація, і розумієте, які потоки. Але у нас є медіа-бізнес. Дякую, Дмитрий. Жанна, доджен ли лідер быть в якому-то смыслі психологом і помогати своїм людям вокруг принимати ці зміння, адаптируватися, осознавати свою тревогу, таким образом становиться більше самоосознанно? Должен. І знову возвращаюся к вчерашнему Джеку Ма, лідер в современном мере – це учитель. І якщо просили практичні примери, щас, дай Бог, щоб чок мене потім відпростив, в цьому залі знаходиться чок, це пример нашої строительній компанії, в якому ми взяли на дуже маленьку должність учителя із школи, учителя немецкого языка. Спустя три роки этот человек, вот он сейчас находится в зале, работает наша компания, это возвращаясь к стилю лідерства рубашка на вырост, ежемесячно продаёт недвижимости в объёме 120 миллионов гривен. Вот, поэтому… Это думаю заслуживает аплодисментов. то есть, учителя наше всё. Буду поинтересно увидеть этого человека. Лариса, пожалуйста. Да. Простой учитель школи немецкого языка, которая, кстати, сказала фразу, которая запомнила. Ты знаешь, я посмотрела, во-первых, когда она приходила маркетингом заниматься обычным сотрудником, сказала, ну, если объясните мне, что такое маркетинг, я говорю, 4 пи запомнишь, потом я тебе ещё 3 добавлю к ним, будет 7 пи. Ну, и так мы двигались потихоньку. И сказала через где-то полгода, вообще-то это ничем от школы не отличается. Поговорить, поддержать, оценить работу, попросить перепроверить, промотивировать, то есть, должен ли, отвечая на вопрос, быть психологом? Да, конечно, должен, потому что бизнес – это не технологии, бизнес – это люди. А там, где люди, там и, есть психология. То есть, это такой must-have. Спасибо. Жанна, хочется ли вам добавить ещё что-то на тему эмпатии, эмоционального интеллекта? Потому что тема очень актуальна, и вообще в последнее время сложно найти какой-нибудь номер солидного бизнес-журнала, типа Harvard Business Review или похожего, где не писалось бы через какую-то перспективу об важности эмоционального интеллекта и эмпатии для эффективного осознанного лидерства. Да, эмоциональное лидерство, его можно дать много терминов. Есть такая модель Петридиса, это я уже, может быть, в профессиональную плоскость немножко ухожу, что эмоциональный интеллект, он включает четыре ключевых блока, это благополучие ваше, куда входит и оптимизм, и счастье, и осознанность, и контроль над эмоциями, и умение управлять эмоциями, и социальная осознанность. И каждый из этих блоков, он, безусловно, важен для лидера, и развивать их обязательно нужно. Как сказал нас преподаватель наш, это был психиатр в швейцарской бизнес-школе, он сказал, то, каким вы родились, ваша генетика, то, что вам досталось, это одна часть, но каким вы становитесь, это есть ваш стратегический выбор. Или, как говорил Ницше, когда я знаю зачем, я могу выдержать любое как. То есть, если мы понимаем, что бизнес это люди, я возвращаюсь к этому, и понимаем, что мы будем работать с людьми, то эмоциональный интеллект нужен, эмпатия, сопереживание, умение слушать и слышать человека, без этого мы не сможем строить коммуникации, которые будут эффективными ни в команде, ни во внешнем мире. И, скорее всего, понимать друг друга и слышать друг друга. Спасибо, Жанна. Хочу запитати у вас зараз. В принципе, это уже хороший тон. Я думаю, правило, хорошо тону цитовать Джека Ма, что я процитую. Вчорашний его выступ он запитал, чому люди нервуются, переживают, потому что вы не знаете чего-то. Снова ж таки, ця тривожность, которая идет из этого вука света. Как вы допомагаете людям справляться с тривожностью? Как вы допомагаете адаптуватися им до света, что изменится? Я просто хочу щодо останнего блоку сказать про эмоции. Я все еще учусь. И учусь быть эмоциональным, но не всегда показывать эмоции. Понимаете? В разных средствах, потому что иногда нужно брать паузу и слушать себя, что за ситуация, и принимать решения соответствующие, потому что часто за моим досвідом, когда я працювала с різными лидерами, были такие ситуации, что даже пристрасть выхлепывалась из тебя, и были абсолютно не те выяснятки. Поэтому эмоции это важно. И как вводить эмпатию в изменения? Такий очень практичный приклад. Мы, когда в Европе организовали инновационный центр, у нас по всему свете их 5, мы были спонсорованы нашим СІУ. Это показывает насколько важна вера в инновации. Мы начинали с нуля. Мы сначала нашли компанию, которая была продуктоцентричной. И вопрос так было. Чи люди идут за лидером, чи они идут за первым, кто встанет и пидет за лидером, первым фолловером. Для меня это был момент, над которым я задумался. как инкорпурувать изменения в команду, базовые принципы. Как изменения не происходят очень быстро. И первый challenge был такой, чтобы найти этих послев. Люди, которые первые встануты, пьут. Люди, которые будут в это верить, которые поверят в то, что вы говорите, которых будут надихать ваше бачение. Потом у вас будут первые фолловеры. И это, знаете, когда вы кидаете камень в воду, помните, первый кружечек. Это ваш первый фолловер. Все другие будут уже промотировать ваше лидерство, вашу веру. В вашего имени они будут выступать как представители. В принципе, друзья у меня на разе уже есть. Слава Богу, завдяки вам, мы вам говорили довіру, как ее разбудовать. Чому кто-то должен мне верить, если я, например, працював 15 лет в Америке и начав работать в Японии. Мова идет о знания и инновации. Знайдите первого фолловера или фолловеров. Поверьте им, научите их, потому что я хочу, чтобы они меня чого-то научили, как вести бизнес. И у нас так же, перед нами очень большая кілька викликов. Дякую, Милана. Я хотел бы чуть-чуть вам усложнить Шимке. Я хотел бы вам чуть-чуть усложнить этот вопрос, потому что вот как-то просится. Смотрите, мы говорим здесь о высоком, о новом лидерстве, новой парадигме лидерства. И звучат такие достаточно серьезные категории эмоциональной осознанности и критического мышления, способности коммуницировать и вовлечения людей и так далее. Но то, что мы видим вокруг, в мире, особенно в политическом контексте, все больше и больше лидеров появляется чуть-чуть, скажем, из противоположного тренда, из другой модели. Это авторитарные, либо открыто диктаторские, или достаточно манипулятивные лидеры, популисты, которые предлагают простые решения. И самое грустное, что мы видим, что на это есть запрос, потому что большинство из них выбираются в более или менее демократических системах. Другими словами, люди хотят этих чудотворцев, лидеров твердой руки, которые придут решать все проблемы, и таким образом им не надо будет ни за что брать ответственность, как минимум неосознанная такая логическая цепочка. Помогите разобраться в этой дихотомии. В бизнесе есть очень много красивых примеров осознанного зрелого лидерства, а так мы видим противоположный тренд. И какая здесь роль бизнес-лидеров? Я бы хотел сказать, что не только в политике, мы еще в бизнесе наблюдаем аналогичные истории, потому что есть много историй поднятого большого капитала, за которым стоял обман. Есть очень много компаний, которые врут. Есть много компаний, которые великолепно выглядят публично, но спросите у банкиров их о финансовом состоянии и том, как это все происходит, и вы увидите абсолютно другую картину. Посмотрите на динамику поведения финансовых директоров, соответствие комплайнсу и так далее. И мир совершенно будет другим у очень красивых, ярких компаний. Я бы хотел вернуться, почему это происходит, потому что есть две индустрии, которые научили нас этому. Технологии, хай-тек и фармацевтика. Мы привыкли быстро кликнуть и быстро получить результат. Like, dislike, dislike. Один из моих друзей в Штатах сказал такую фразу, которая меня приблизительно выключила из разговора несколько минут, потому что я был в шоке. Мы живем в обществе, в котором очень легко подружиться и очень легко отдружиться. Мы просто удаляем человека из наших контактов и вот мы отдружились. Вот такая простая легкая философия, но если вы глубже посмотрите, клик, лайк, дизлайк, посмотрите, есть такой термин, появился недавно с другом разговаривал, лайкозависимые, и наши политики лайкозависимые, и бизнесмены лайкозависимые, чем выше в иерархии, тем больше лайкозависимые. То есть быстрые действия, быстрый результат. Вы написали, вам тут же написали фидбэк, там ура, здорово, классно выглядите и так далее. И вторая индустрия фармацевтика, magical pill, таблетка, у вас болит голова, у нас есть цитрамон, у вас есть, у вас болит сердце, у нас есть каптопресс, и так далее. То есть мы привыкли очень быстро и легко решать проблему. А сложные проблемы общества и сложные проблемы страны не решаются быстро. И все люди, которые занимались бизнесом или систем, сложными системами, как все сидящие сейчас в панели и в зале, знают, насколько сложно проводить изменения. Любое. Потому что нужно понимать стоимость этих изменений, нужно понимать результативность, нужно понимать, как вы это делаете, сколько займет времени и так далее. Но мы же привыкли лайк-дис лайк и мы не понимаем, почему так долго меняется законопроект. Я хочу завтра, принтер должен работать, голосовать должны все, кто не голосует. Вы не согласны? Выйдите, пожалуйста, отсюда. именно этот стиль формирует в нашем обществе, можно нравиться, не нравиться, но это реальность. Мы живем в таком обществе. Не только мы, не только в Украине. Так живет Франция, Германия, Испания, Соединенные Штаты, Япония, Китай. Китай, наверное, меньше. Но, тем не менее, этот стиль и этот подход ожидания быстрых результатов формирует ожидания, создает великолепную процдарм. Когда человек, который умеет красиво говорить и красиво продавать, выходит на сцену, ему аплодируют, ставят лайк, а потом ждут результат. Мы же CEO в компании по лайкам, дизлайкам не выбираем? Мы же финансист финансовых директоров, потому как красиво презентацию он сделал. У меня есть тоже любимый вопрос, который задают, когда обсуждаю с людьми финансовый департамент. Финансовый директор сделал ошибку на 100 тысяч долларов. Что делаем с финансовым директором? Вы будете удивлены, в большинстве случаях люди меняться, которые претендуют на эту позицию и очень долго не могут ответить. Я говорю, а 200? А 500? А миллион? И так интересно наблюдать трансформацию человека, который наконец-то понимает степень импакта. В моей жизни человека, который ошибся на 1 миллион долларов в совете директоров, был уволен в течение 5 минут во время перерыва, потому что главный акционер сказал, it doesn't fit. You can't make mistakes of 1 million dollars. Поэтому говоря о вот этих изменениях, об легкости, быстроте и всего, мы должны понимать, что все изменения и все процессы требуют значительно большего времени. И в политике изменения в стране сложные. Я, который там побывал и очень доволен, что закончил, могу говорить о том, что изменения сложные. Там нужна и эмпатия, и проектный менеджмент, и главное понимание, как это сделать. У большинства политиков слово как отсутствует напрочь. И слово опыт управления сложными изменениями отсутствует вообще. И я говорю не только про Украину, я говорю про мир, Штаты, Франция и так далее. Я общался с очень многими политиками. Спасибо. Дмитрий Шанов, хотите добавить? Возвращаясь к твердой руке, есть такое понятие, как триада, текст, контекст и подтекст. Если мы смотрим вука, мир, в котором мы живем, это большая неопределенность. И потребность, она и вызвана в твердой руке вот этой неопределенности на какие-то точку опоры, немножко вера вот в этого отца на фоне большой неопределенности, которая есть в мире, которая придет, он скажет, как делать, и мы это наблюдаем в компаниях. И вот эта разница опять между индустриями, где-то это больше выражено, где-то меньше, где-то мы замечаем, что действительно настолько экономика, экономическая, социальная ситуация в стране такая, и плюс общая неопределенность глобальная, когда действительно хотят, скажите, как я это сделаю. Человек не хочет, и надо знать, зачем это делать. То есть, это зрение, ну, это тоже именно отсюда и возникает вот эта потребность в твердой руке. То есть, есть категория людей, которые боятся свободы, и сейчас эта категория людей, вот сегмент этих людей катастрофически увеличился. Это то, что я наблюдаю в компаниях. Как им помогать становиться более свободными изнутри? Я понимаю, что я сейчас задал вопрос на полтора часа, но извиняюсь. Просвещение, просвещение и просвещение. И еще раз, потому что, когда вы требуете от лидера качество ответственности, то такой же ответственности начинайте с себя. Любые изменения, что на фоне лидера, что на фоне сотрудника, начинается с себя самого. Поэтому краткий ответ это объяснять и просвещать. Спасибо. Я просто отвечу, не надо ничего, пользуйтесь этим. Ну да, но можно этим манипулировать достаточно. Да, и бизнес, и политики это делают. Ничего в этом страшного нет, потому что практически вы посмотрите на стратегию Стива Джобса, или Билла Гейтса, или больших, крупных, или Безоса, или Джек Ма, потому что красивая история, это красиво, но нужно помнить, как работает дальше структура, и всегда интересно. Вы знаете, я очень много читал маркетинговой литературы и биографической. Всегда очень рекомендую, в политике мне пришлось читать как красивые истории, написанным Ликванью, так и истории диссидентов Сингапура. И у меня другая сбалансированная картина по отношению к Ликванью. Хорошо, но у некоторых лидеров люди растут не только с точки зрения компетенции, но с точки зрения зрелости, или, если можно так сказать, взрослости и осознанности. А у некоторых лидеров, там, где лидер может манипулировать, использовать инстинкт раба, который в большей или меньшей степени есть у каждого, люди регрессируют. И вот в чем ответственность бизнес-лидера? Понимаете, есть, ну, если мы будем говорить о, во-первых, разных индустриях и в разных категориях сотрудников, есть люди, которым достаточно, их интересует с шести до восьми. Все, они подработали с девяти до шести. Их устраивает такой стежильный, им, как, если смотреть, опять же, на население в разных странах, их устраивает, их интересует комфорт, их интересует качество жизни, их, в общем-то, не интересует, как, что и куда. Большинство, 60% американцев никогда не получали загранпаспорт, они не ездили никуда. То есть, их устраивает комфортность той среды. Для таких людей, для такой категории и таких есть сотрудники, и такие сотрудники в больших компаниях, если мы говорим промышленных компаниях, где есть люди, которые работают на производственной линии. Да, им нужно вот это. Но есть сотрудники, это white colors, по-разному там называются, которые креативны, которые хотят создавать и делать какой-то breakthrough для компании. Вот там я готов спрягаться вместе с ними и сделать все возможное. То есть, для определенной категории людей это комфорт. И не нужно, я понимаю, что можно говорить великими, красивыми, поэтическими, что весь мир должен быть счастливым, но для этих людей это форма их счастья. Они так выросли, воспитаны, им это надо. И это отлично, не надо судить об этом. Для большинства людей, находящихся здесь, нам нужно лазить на авиареест, доказывать себе непонятные вещи, изобретать, придумывать, креативить, объединять команды, вдохновлять. Нам это нравится. И это здорово, но не могут быть все одинаковы. Спасибо, Дмитрий. Я чуть-чуть дополню эту мысль, тезки моего. У нас же нету задачи, когда мы говорим про лидерство в компании, сделать всех людей, прям все-все-все уровень не придут, в любом случае. У нас есть задача вдохновлять среду, в которой вырастают, вовремя их замечать, и увязывать их цели, интересы с интересами, целями компании. Мне кажется, это важный фактор. А не так, что мы сейчас возьмем, вот скажем, вот вы все там, сейчас я вам, причиню вам добро. В особо крупном размере. Непоправимое. Спасибо, Дмитрий. Милан, вот я... Можно еще, если позволите, я вот хочу тоже пару слов сказать относительно там авторитаризма сейчас, который есть. Но мне кажется, сейчас есть тренды, несколько контроверсивные. Мы наблюдаем с одной стороны глобализацию, которая идет параллельно с формированием очень узких ниш, нишеванием. Мы с одной стороны наблюдаем спрос на сильную руку, а с другой стороны мы все вдохновляемся людьми, вдохновляющими историей. То есть, ну вот не настолько, наверное, я бы говорил однозначно, что вот твердая рука это сейчас мейнстрим, но это ответ на спрос. Мы не хотим разбираться, мы не хотим погружаться, мы не хотим брать на себя ответственность очень часто. Нам вот удобно, я вот верю, вот мужчине, Игорь, вот он мне нравится, я хочу ему верить. Вот он говорит, Дима, идем туда. И вот Диме, которому вот не нужно включать там критическое мышление в сети вещи, Диме удобно вот и куда-то прийти. Глядишь, приведет еще куда-то, привел вот уже, а за мной еще там тысячи человек таких пошло. И вот это удобно, так вот легко. Жить легче, особо не погружаясь. И мне кажется, что вот это то, чего мы сейчас наблюдаем. И вот спрос на вот эту вот кажущуюся сильную руку, это реакция ответная, это то предложение, которое спрос порождает. Спасибо. Милан, просто очень критично, если вы хотите сказать это. Милане, очень коротко, если вы можете сказать, я из-за этого кота подивлюсь на счастье. Мы не можем всех сделать счастливыми, но какие тенденции мы бачим? Что створюет счастливую, здоровую, рабочую атмосферу? Потому что, когда мы знаем, что таланты не хватает, то нужно создать такое средство, чтобы люди были действительно задоволены и здоровы, и счастливы. Я думаю, это, в принципе, таки прогноз, что в наступные 3-5 лет, я скажу так, что CEO будут, мы будем, CEO будут больше, скажем так, уваги придти вимирюванию самостоятельно индексу счастья, индексу задоволения на рабочих местах. Результаты нашего голосования, очень интересно, что у нас получилось. Видите, все-таки очень созвучно с тем глобальным опросом, что самая главная, самая основная угроза, которую люди видят, это все-таки внутри политическая неопределенность, экономическая нестабильность, внутри той страны, где бизнес работает, и вторая недоступность ключевых навыков и компетенций. очень интересно. Геополитическая неопределенность 3% совсем внизу экрана. Есть ли желание очень-очень коротко прокомментировать этот результат, чтобы у нас еще осталось хороших 5 минут для вопросов из аудитории? Мне кажется, что мы видим, что исходя из четырех вопросов, что внутри политические и экономическая нестабильность у нас сверху, а геополитическое не придется внизу, означает, что бизнесы в основном локальные. Это в первую очередь, потому что мы больше всего и ближе всего чувствуем, переживаем то, что на нас влияет непосредственно. Вот там торговая война США-Китай, она где-то слишком далеко. Конфликты, которые сейчас борьба, которая идет за Африку, за Индию, она где-то вообще еще мы не понимаем, ее не чувствуем. Brexit это где-то не здесь. Это то, чего мы боимся, где все влияет на нас. А вот недоступность ключевых навыков и компетенций, вот это мне очень радует увидеть как зону риска, потому что это означает, что спрос, спрос, спрос есть. Видите, вот это настоящий онлайн world, или реал-тайм world. Дмитрий комментирует и сразу недоступность ключевых навыков растет на глазах. Это влияние на рынок. Спасибо, Дмитрий. Если очень короткий. Знаете, меня, честно говоря, я понимаю, почему такой результат, но он грустный результат. Для меня грустный. Почему? Объясню, почему. Последние несколько месяцев я активно анализирую и общаюсь с макроэкономистами, потому что один из тезисов, который был вчерашний день, это понимание внешней среды, на которую я не могу повлиять, но которая может повлиять на мой бизнес. Мы говорим о кризисе, вероятность тех или иных кризисных явлений. Все понимают отрицательные ставки в европейском центробанке, все понимают ситуацию с yieldами, все понимают перегретость экономики и так далее и тому подобное. Поэтому все пытаются заниматься гаданием на кофейной гуще. Когда же это все произойдет? Так вот, большинство аналитиков говорят о факторах, на которые нужно смотреть. И это, поверьте, мировой кризис не произойдет от того, что что-то произойдет в Украине. Точно не произойдет. А вот от ситуации торговой войны в Китае и скорости Брекзита произойдет. А мировой кризис, если он начнется, то уж мы-то почувствуем. И поэтому я в большей мере сейчас делюсь своим профессиональным, я пытаюсь отслеживать именно геополитическую неопределенность, чтобы отследить ту неопределенность, которая повлияет на украинскую. Потому что уровень украинской неопределенности я вообще-то понимаю. А вот уровень геополитической неопределенности и скорость изменений это более жесткий вызов, который вынуждает меня быть более в курсе для того, чтобы увидеть те предвестники и скорректировать политику, финансовую политику, компанию, стратегию компании, как мы развиваемся. Спасибо, Дмитрий. Очень коротко, Жанна. Да, я воспринимаю это как часть игры с аудиторией, которая была, и, безусловно, нельзя к этому как серьезному исследованию относиться, потому что и это еще раз включать должно наше критическое мышление. Это не значит, что завтра на Фейсбуке должно это появиться как серьезное голосование и дальше распространиться. Я не удивился бы. Вы будете удивлены, она появится, и дальше ее процитируют известные издания. На экономическом форуме в Киеве было проведено следующее исследование. На самом деле, возвращаясь к критическому мышлению, и тот первый отчет, который вы показывали, исследование, с которым я лично была тоже не согласна, я посмотрела, потому что это еще тоже одно из исследований среди некоторой группы СИО, которая была, которая, безусловно, имеет право на существование как одно из исследований. Как и данное исследование тоже, в принципе, если мы будем понимать, что за этим стояло, кто было в аудитории, мы можем к нему тоже относиться тогда соответственно. Но со своей стороны хочу сказать, что, конечно, мой личный выбор был несколько другим. И даже на примере такой маленьком, я помогаю привозить спикеров западных, которые знаю, на конференцию. У меня два спикера не смогли приехать. Один, потому что 7-8 числа страйк Люфтганзе. Второй спикер не приехал, потому что в Ливане, прошу прощения, Лебанон, в Ливане и идут демонстрации и волнения. То есть это возвращаясь, когда мы все хотим, чтобы мир знал, что творится в Украине, но при этом самые украинцы часто не знают, что творится в мире. И вот я бы хотела, чтобы результатом, в том числе этого по голосованию вывода, который мы сделали, что надо все-таки действительно поддержу то, что говорил Дмитрий. Это больше смотреть на большие вещи, потому что они тебя скорее накажут на тебя большое влияние, нежели в своем маленьком мирке находиться. Спасибо большое. Спасибо большое за все мысли. У нас несколько минут буквально. Есть пара вопросов из зала. Если есть вопросы, на которых можно ответить достаточно коротко, мы будем за это благодарны. Есть ли вопросы? Да, вижу там в самом конце. Если можно, передайте микрофон. Спасибо огромное. Меня зовут Татьяна Гончаренко. И вопрос, какие топ-3 характеристики современного лидера вы для себя выделяете? Татьяна, спасибо. У нас это уже обсуждалось. Вы хотите такой summary получить? Хорошо. Окей. Blitz вопрос summary just briefly without any explanation 3. Тобто вы почула питание. Топ-3. Надихай, будь сам, чтобы надихали тебя и чтобы ты орентировался на результат. Вот таким чином. Креативность, критическое мышление, эмоциональный интеллект и четвертое этика. Спасибо. Вовлеченность, компетентность и гибкость. Спасибо. Open minds, emotional EQ, emotional intelligence и результат. Спасибо большое. Да, получился такой очень красивый summary нашей дискуссии. И я вижу еще одну руку и скорее всего мы этим ограничимся. пожалуйста в микрофон потому что это записывается. Добрый вечер уже Антон Казаков город Харьков. Любой человек может стать лидером? Хороший вопрос. Если можно я добавлю еще один аспект, но также коротко первая часть которую задал Антон любой человек может стать второй ну или другой ракурс этого вопроса лидером рождается или становится. Милан. Так моя ответ так дякую. Людей да Я уверен что каждый человек и есть лидером просто есть разные круги есть сто процентов группы людей для которых каждый человек является лидером они все дальше зависит от того какие цели каждый ставит перед собой потому что мы все время когда говорили сейчас про лидерство мы так сверху вниз чуть-чуть говорили а мне кажется когда мы говорим про руководителя его команду все-таки больше зависит от команды от каждого индивидуума вот хочет ли он готов ли он хочет ли он развиваться готов ли он брать на себя ответственность и становиться лидером то есть может каждый а вот определить для себя цель иметь вдохновение и мотивацию добиваться и работать это это уже выбор наверное правильный ответ да но я не знаю это и был правильный ответ хорошо на этом я хочу поблагодарить наших спикеров за такую вдохновляющую содержательную живую дискуссию спасибо нашей аудитории я желаю очень хорошего завершения форума и давайте продолжать эволюционировать как лидер спасибо аплодисменты спасибо 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 Продолжение следует...